Начнем с нескольких банальностей, которые необходимо проговорить. Первое, с чего бы я начал сказать, да, собственно, если говорить о романе «Дым», о Тургеневском романе, то здесь есть несколько базовых, довольно простых вещей. Я позволю себе напомнить, что Тургенев довольно поздно выходит на путь романиста, на путь большого прозаика. Это происходит во второй половине уже 50-х годов. Но, правда, первые опыты, первый большой роман Тургенев пробует написать в 1851 году. Более того, он в это время как раз сближается, например, с Оксаковским семейством. Первую часть этой рукописи, которую одновременно смотрит Павел Анненков, он дает Сергею Тимофеевичу Оксакову. Более того, он приезжает. Это все довольно подробно обсуждается в письмах Тургенева с семейством Оксаковых. Он переписывается в это время с Сергеем Тимофеевичем, отчасти с Иваном Сергеевичем, братом Константина Сергеевича Оксакова, знаменитым словнофильским публицистом уже 60-х, 80-х годов. Что там дальше происходит, точно неизвестно, потому что, кстати говоря, после этой встречи отношения Тургенева с Оксаковским семейством сильно портятся. И, по большому счету, вся последующая переписка между Тургеневым и Оксаковыми, она весьма невелика, и больше уже прежней благорасположенности там нет. Но сам этот первый роман Тургеневу не нравится. В отличие, кстати говоря, от отзывов Анненкова, Анненков пытается поддержать Тургенева. Тургенев, тем не менее, отбрасывает этот роман. А вот, собственно говоря, роман на известность Тургенева начинается с 1955-1956 года. Опять же, напомню вам хрестоматийная. Таким большим успехом после опытов малой прозы, разумеется, записок Охотника, после этого, рассказан Охотника, а после этого, это, разумеется, роман 1955-1956 года, это Рудина. И очень быстро возникающая слава Тургенева в качестве романиста. Опять же, напомню, такие общеизвестные факты, что в 1956 году Тургенев становится одним из ключевых лиц, соответственно, некрасовского современника. Вот этот знаменитый литературный комплот, куда входят все основные литературные силы. В частности, тот же самый Тургенев, он становится не просто одним из наиболее популярных прозаиков, но и одним из высокооплачиваемых авторов, наиболее высокооплачиваемых на то время. Что, кстати говоря, будет вызывать неизменную уже в начале 60-х годов ремонт со стороны Федора Михайловича Достоевского, для которого как раз литературные гонорары Тургенева всегда будут таким предметом обиды. Дальше все разворачивается достаточно любопытно. Опять же, напомню из хрестоматийных фактов, что на взлете как раз популярности, на взлете славы идет ряд романов, которые имеют очень широкий успех. Особенно громкий успех достается дворянскому гнезду, которое нравится решительно всем. Его с восторгом принимает и русский вестник, и современник, и словнофильская русская беседа. Причем, на взгляд русской беседы, дворянское гнездо, это вот такой ярко выраженный славянофильский текст, где как раз излагаются те идеалы, которые близки славянофилисту. Там изображается, в частности, идеал русской женщины. Славянофилы находят в этом тексте вот такое созвучие большое. И, собственно, дворянское гнездо, вообще удивительный текст в том смысле, что он нравится абсолютно всем. Славянофилы, с одной стороны, готовы приветствовать Ивана Сергеевича как того, кто, наконец, оставляет там западнические свои заблуждения и приходит в славянофильский лагерь. Со стороны русского вестника речь идет, опять же, о прекрасном изображении русской уходящей натуры и так далее. Роман «Накануне», следующий за этим, опять же, встречает не просто широкий успех, а оглушительно широкий. Причем тут важно то, что пересекается, опять же, целый ряд тенденций. С одной стороны, там и проблематика эмансипации в это время в высшей степени популярная. Это очень хорошо ложится, например, на тот же самый круг «Современника». Это попутно ложится на массу эмансипаторских изданий в это время, связанных со всевозможным женским чтением, женским воспитанием и так далее. Из хрестопатийных фигур этого круга, только-только начинающих, я напомню вам о Дмитрии Писареве, для которого «Накануне» — это как раз история про женщину, которая сама решает свою судьбу. История как раз про «Накануне», если угодно, «Накануне» эмансипации, «Накануне» наступления свободы. И второй момент, разумеется, совершенно очевидный для того времени, что «Накануне» — это про освобождение, в данном случае уже про политическое освобождение, «Накануне» — это история про, с одной стороны, вроде бы борьбу славянских народов, про Балканы, а вместе с тем понятно, что это и подтекст политического освобождения в целом, это одновременно и подтекст освобождения крестьян. То есть вот этот универсальный пафос, он замечательно считывается самыми разными группами, самыми разными участниками публичной дискуссии. И в этом смысле важно отметить, что Тургенев не просто входит как популярный, как яркий автор. Его слава второй половины 50-х годов — это слава автора, который нравится абсолютно всем. Он существует в ситуации, когда абсолютно разные, вроде бы, разнесенные по противоположным концам политического спектра читатели воспринимают тексты Тургенева как, ну, если не целиком он принадлежащий, то, во всяком случае, явно вызывающий сочувствие в том или ином аспекте. Каждая из групп может воспринимать этот текст и проговаривает его, Тургеневские романы вот этой группы, как тексты, в которых Тургенев вроде бы движется им навстречу, ну или, во всяком случае, не удаляется, где Тургенева можно воспринимать как союзника, и более того, возможно, как того, кто в дальнейшем продолжит логику на еще большее сближение с ними, как того, кто, по крайней мере, даже если нет подобных ожиданий, нет подобных представлений, как тот, кто ценен, кто вводит важную, значимую проблематику в публичное пространство для каждой из этих групп, проговаривает ее, причем проговаривает в таком ключе, который, может быть, симпатично воспринят. Можно акцентировать те или иные ключи. Собственно, вот для Тургенева это, опять же, очень важный момент. То есть в этой ситуации он оказывается всеобщим любимцем. Человеком, который действительно принят всеми, полюблен всеми, у которого есть какие-то шероховатости, но разные стороны, опять же, стараются их не акцентировать. И дальше следует, собственно, то, что станет для Тургенева одним из двух важнейших переломов этого времени, собственно, известный скандал в связи с публикацией отцов и детей. Стоит отметить, что для самого Тургенева вся вторая половина 50-х годов это достаточно значимое нарастающее неприятие происходящего. Он не просто пишет этот текст с определенными намерениями, он пишет его как текст-памфлет. И по переписке Тургенева совершенно очевидно, что он намеревается нанести удар, он намеревается свести счеты, он публикует это в Котковском русском вестнике, в это время занимающий такие, если можно сказать, аристократические либеральные позиции. То есть имеется в виду, тут важно понимать, что в контексте начала 60-х годов 19-го века понятия либерализма, понятия демократии, они противоположны. В этом смысле, да, для Котков это такой англоманский либерализм, то есть имеется в виду, это круг немногих избранных, которые призваны управлять. Да, это, разумеется, местное самоуправление, да, в идеале это представительство, но это представительство с ограниченными выборными правами, разумеется, это представительство для немногих, это имущественный ценз. Вот в этой среде Тургенев, конечно, ощущает себя вполне сродственным, и современник для него, это, конечно, орган демократии. И публикация отцов и детей, это прямое высказывание для Тургенева в это время, прямое высказывание в этот адрес. И дальше, собственно говоря, происходит, опять же, для Тургенева такая довольно показательная вещь. Хотя он, с одной стороны, пишет этот текст весьма в таком бойцевитом настроении, то, что все получается, по большому счету. Причем даже в измененной редакции, достаточно смягченный Тургенев. Тургенев, в отличие, меняет в ходе публикации существенный текст отцов и детей, выбрасывая самые ударные места, самые прямые высказывания. Даже в этом смягченном виде, естественно, современник отзывается, он принимает удар. И разразившийся вокруг этого полемика для Тургенева оказывается в высшей степени неприятным. Он вдруг воспринимает эту ситуацию как ситуацию, в которой от него отворачивается молодое поколение. И это действительно немного странный сюжет, потому что, вообще-то говоря, именно против этого самого молодого поколения, против этих тенденций он и выступает. И, соответственно, то, что его послание принято и вызывает ответную реакцию, вызывает полемику, собственно, странно, если бы это не произошло. Но вот для Тургенева это действительно такая важная, неожиданная вещь, ломающая его ожидания, ломающая его представления. И дальше начинается такая классическая тургеневская история со всевозможными отступлениями, поиском оправданий, извинений. Он начинает довольно активно объяснять, причем это довольно неловко выглядит, в частности, в эпистолярии. С одной стороны, он лично старается объяснить, что его неправильно поняли. С другой стороны, он с тем же самым Герценом, например, в письмах делится как раз разгражением по поводу всего происходящего. Для Тургенева вообще очень характерно не просто различие публичной и частной позиций, а множественность частных позиций. То есть в этом плане для разных собеседников он не просто повернут разными сторонами, а он буквально проговаривает, если и не взаимоисключающие высказывания, то во всяком случае высказывания, которые сторонами будут прочитаны как взаимоисключающие. Тургенев очень близок к этой логике ускользания, логике создания ситуации, когда его текст, его в том числе и частное послание, в зависимости от того, кому он адресуется, оно будет прочитано собеседникам в вполне определенном ключе. Это, естественно, не прямая ложь никоим образом, но вот Тургенев работает в этой специфической зеркаленье своего корреспондента. И вообще, говорят, для Тургенева в высшей степени некомфортно оказываться в ситуации, собственно, столкновения. Ему некомфортно ситуация прямой полемики. А дальше, вот поверх всего этого, произойдет несколько важных вещей. В 1963 году в ситуации польского восстания Тургенев займет межумочную позицию. И в результате это вызовет отторжение с целого ряда сторон вновь. Он попытается не определяться ни к одному из лагерей, он не поддержит, естественно, Герцена, там будет знаменитая переписка с Герценом, Тургеневская. Более того, в конце концов, их отношения будут порваны. Потому что когда от Тургенева потребуют вернуться в Петербург и дать показания, дать объяснение о своем заграничном войне, Тургенев, вопреки своим частным, пафосным высказываниям против, он, тем не менее, естественно, приедет в Петербург и там как раз даст высшей степени лояристские показания. И для Герцена, да, и в том числе будет целый ряд публичных жестов с его стороны, что Тургенев будет воспринято как недопустимое именно с моральной точки зрения, и их переписка восстановится только несколько лет спустя. Собственно, вот в этой ситуации у Тургенева ощущение возникает, ну, как, естественно, может импортировать. Понятно, что чтение в сердцах практиковать невозможно, но, тем не менее, по крайней мере, как можно судить по эпистолярии, как можно судить по кругу корреспондентов, в первую очередь, естественно, Павел Амингов, с которым Тургенев переписывается на протяжении практически всей своей зрелой жизни, и который является сам таким доверенным, интимным корреспондентом в смысле планов, намерений, с которым он обсуждает различные свои замыслы, в том числе, которые находятся еще в какой-то черновом состоянии, и, естественно, многие из них никогда не будут реализованы. Для Тургенева вот эта наступившая ситуация – это поиск себя в новых реалиях, поиск нового места, где возможно какое-то говорение, и подготовка большого высказывания. Собственно, после длинной паузы, вообще, Тургенев в это время говорит о том, что он прекратил писать, он больше не будет писать, у него несколько будет таких значимых приостановок, но вот в 65-м году, после всего этого кризиса, Тургенев берется за написание романа, который будет опубликован в 67-м году, и, что важно, он будет опубликован, опять же, в русском вестнике Коткова. Что примечательно, это, собственно говоря, вот тот самый роман «Дын». Что необходимо отметить? Когда в 67-м году роман «Дын» выходит из печати, он не понравится практически никому. Это будет текст, который в данном случае, в отличие от отцов и детей, ситуация с отцами и детьми будет другая. Он понравится очень многим, он понравится, в частности, тому же самому Коткову, и то, что вызовет в дальнейшем потерю расположения в Тургеневу защитительной части аудитории, для которых отцы и дети будут восприняты с большим энтузиазмом, это как раз нерешительность позиции Тургенева. И, с другой стороны, опять же, напомню вам писаревское восприятие отцов и детей, когда Писарев, напротив, воспримет то, что в оптике Тургенева выступает как обличение, воспримет его, наоборот, как гимн, как пославление. В этом плане отцы и дети получат такую очень странную оптику, когда одновременно этот текст, который будет активно одобряться и русским вестником Котковским, и одновременно русским словом Благосветлого. Чтобы представить, в этом смысле это абсолютно разные части спектра. Вот здесь крайности сойдутся, разумеется, совершенно по-разному интерпретируя. Там, где для русского вестника это будет обличение нигилизмом, а там для Писарева это будет, наоборот, идеальный образ реалиста, который выступает как идеал человека, к чему надлежит стремиться. Вот в отношении дыма подобной реакции, в принципе, не будет. Нельзя сказать, что какая-то группа, какая-то часть литературного спектра в принципе примет дым как собственное высказывание. Единственная фактически большая, развернутая, положительная рецензия, большой положительный разбор дыма, который будет опубликован, будет сделан Павлом Анинским, но он выйдет в вестнике Европы в том же 67-м году. Но стоит отметить, что даже Анинков, не Анинский, разумеется, Анинков, даже он напишет эту рецензию, как ее сейчас легко прочитать. С одной стороны, она, конечно, умная рецензия близкого человека, но это во многом такое проявление дружеских чувств. И более того, такой жест поддержки со стороны вестника Европы, понятный в этой текущей ситуации. Но даже для самого Анинского дым будет романом очень далеким. Собственно, после этого наступит большой творческий кризис для Тругенева. И я напомню, что к большой прозе он вернется уже ближе к концу своей жизни. Это будет роман-новь, который закончит большую романную карьеру Тругенева. И у дыма в этом смысле довольно несчастная судьба. Дым – роман, который, можно сказать, читается едва ли не меньше всех остальных тургеневских, который имеет странную репутацию, имеет странную критическую судьбу, который постоянно выпадает из всех разборов и вообще в целом рассматривает как творческая неудача Тругенева. Собственно говоря, как он будет прочитан целым рядом читателей и как на него отреагировать, что здесь важно. Этот текст будет восприниматься как критика происходящего в России, более того, критика, собственно, последнего десятилетия по факту. Критика как раз 60-х годов, критика 60-ничества. Причем критика западнической позиции. И голосом во многом авторским будет воспринят голос Пазухина. Скажите, пожалуйста, вам сюжет романа нужно помнить? Да. А, окей. Хорошо. Вы не молчите, да? Коротко о сюжете. Значит, место действия романа – это «Баден-баден». Роман начинает с 10 августа 1862 года. Главное действующее лицо – это Григорий Михайлович Литвинов. Нам сразу сообщается о нем базовые биографические сведения, что он сын помещика центральных русских губерний, ну, естественно, подразумевается Орловщина, да, традиционно Тургеневского, он всегда там размещает действия в Спасском-Лутовиново, да, и в его окрестностях. Поэтому понятно, что Литвинов где-то там обитает. Нам сообщают, что он 4 года провел за границей, следовательно, мы, собственно, можем сразу зафиксировать момент отъезда, это где-то 58-й год. За границей он занимался тем, что изучал агрономию, готовился как раз быть сельским хозяином, поставить на правильные рельсы сельское хозяйство. Он выступает таким, что важно отметить, он выступает таким довольно типичным литературным персонажем. этой эпохи, более того, он выступает даже не столько типичным, сколько типичным литературным, сколько типичным публицистическим персонажем. Это очень такой опознаваемый персонаж со знакомой траекторией, и для читателя это вполне сознательный жест Тургенева. Тургенев сразу срабатывает на то, что с ним по большому счету все понятно. В принципе, перед нами какой-то вот персонаж, подходящий к 30 годам, приблизительно. Там, кстати говоря, легкая биографическая неувязка, почему он к 30 годам подходит, потому что вроде бы он не должен подходить к 30 годам, поскольку, как мы знаем по его биографии, он, в принципе, за границу уезжает после того, как он отучился в Московском университете. И вроде бы никакого защитного, там перерыва не было, поэтому, если мы посчитаем годы учебы, то ему где-то должно быть, ну, за 25 вообще-то, ему должно быть 26-27 лет. Но Тургенев говорит, что он к 30 годам движется. Здесь мы можем отметить такую вот странность, что он его немножко состаривает. Еще раз подчеркну, это, в принципе, не противоречит. Можно сказать, что 27 лет, это тоже 30, да, разумеется. Но, тем не менее, тут важна вот эта отбивка, что Ледвинова он состаривает. Собственно, дальше действие дыма распадается на несколько линий в нем. Первое, это с чего и начинается сюжет, это с того, что главный герой Ледвинов, он приезжает в Баден-Баден, ненадолго, совсем ненадолго, где он должен встретить свою невесту. Собственно, он должен у нас сейчас и невестой, Татьяна Петровна Шестовой, которую должна привести ее тетушка незамужняя. Да, стоит отметить, что Татьяна Петровна Шестова, она еще попутная троеводная сестра, традиционный московский круг, московские связи. Она довольно дальняя родственница. В этом смысле важно понимать, что в литературном обозначении этой эпохи, этого круга Тургенистского, троеводная сестра, это не означает четкого родства, это означает, что вот, в принципе, какие-то отношения родства мы здесь простраиваем. Тургенистский тоже обозначает, что, собственно говоря, она принадлежит вот к тому же кругу, той же самой среде, к той же самой среде родства, свойства и соседских отношений. Здесь же сразу в Баден-Бадене он встречается со своим приятелем по московскому университету, это Ростислав Бомбаев, который сходу вводит его в круг, поскольку там же в Баден-Бадене останавливается Степан Николаевич Губарев, о котором говорится о том, что это сам Губарев, это значимая фигура. Естественно, он такой громогласный, такая фигура, готовящаяся в общественные деятели. Власителю Гумов, главы Тингенского фактически круга, фигура физически очень представительная. Собственно, здесь прообраз совершенно четко читается, и более того, опять же, Трагедик делает все, чтобы прообраз был угадан, виден, все его опознали. Это, собственно говоря, Кокарев, знаменитый московский миллионер, ну, да, Губарев Кокарев, оно рифмуется, московский миллионер, составивший свое состояние на винных откупах, в конце 50-х годов, очень активно публикующийся, выпускающий целый ряд брошюр по самым разным вопросам в русскообщественной жизни, выступающий, причем эти брошюры во многом пишутся наемными перьями. Ну, то есть, ситуация в Гиме, она где-то похожа, да, и, естественно, Тургенев предполагает, что любой читатель сразу угадает за Губаревым вот весь этот круг, причем одновременно работает целый ряд отсылок. Собственно говоря, и дальше, поверх вот этой встречи с Губаревым, с Кругом, который вокруг него, с Ворошиловым, Пещалиным, и прочими персонажами, происходит первая встреча с Пазухиным, начинается вот этот странный разговор, и Пазухин – это главный такой говорящий персонаж на протяжении романа. Собственно, там будут два больших, ну, их условно можно сказать, диалогами, конечно, но главному герою романа в этих разговорах с Пазухиным принадлежат отдельные реплики. В основном говорит Пазухин. Очень обширно, это два развернутых текста, посвященные такому определению, в том числе и положения России, и западческой ретации, и так далее, и так далее. А затем, собственно, завязывается основная линия романа, это история отношений с Ириной. Ирина там появляется как Ратмирова, Ирина Ратмирова, Ирина Павловна Ратмирова, с которой встречается как раз Григорий Павлович Редведов, это, собственно говоря, его студенческая любовь, к этому времени уже находящаяся в браке с как раз генералом Ратмировым, в девичестве она осенена, что фамилии в этом романе говорящие, что важно. И в отличие от всех прочих, в Дыме есть такая памфлетность значимая, поэтому, вообще-то говоря, все имена и фамилии героев здесь распределены вполне тематически. Ну и, собственно говоря, дальше начинается вот эта история мучительного развертывания старого романа «Первой любви», после чего, собственно, Литвинов отменяет помолвку с приехавшей Татьяной, там мучительное объяснение, он практически ждет, что Ирина бросит мужа и уедет с ним, но в тот момент, когда Ирина этого добивается, она в последний момент, естественно, аннулирует все происшедшее, и, собственно, роман практически заканчивается тем, что Литвинов уезжает из Баден-Бадена и уезжает, в конце концов, через Гейдельберг в Россию, когда у него все выкупало. Он порушил вот эту вторую чистую любовь с Татьяной, с Ириной там все совершенно плохо и кошмарно, плюс, вдобавок, всплывающее разнообразное прошлое. Ну и эпилог романа, что, все говорят, тоже достаточно любопытно, последние главы романа, довольно нетипичные для Тургенева, там он создает хэппи-энт. В отличие от такого, вообще-то, довольно традиционного, мы помним, что Иван Сергеевич, вообще-то говоря, обычно расправляется со своими героями, либо оставляет их в такой вот меланхолии, в ситуации воспоминаний, утрат и так далее, и так далее. В этом смысле примечательно, что в дыме, наоборот, Иван Сергеевич в конце все собирает. Он чинит всю ситуацию. Спустя прошло несколько лет, Григорий Михайлович, оказывается, он действительно применяет свои агрономические знания, ну не так, как ему хотелось, но все-таки дела у него в имени идут нормально. Он едет, списывается с Татьяной, Татьяна его прощает, роман фактически заканчивается тем, что Татьяна его принимает, и дальше, собственно, не так уж далеко, стоящие друг от друга имения, теперь они, собственно, все закончится свадьбой, плюс к этому, поверх всего этого, получается, что речь идет не просто о личном счастье, поверх этой истории, оказывается, еще и целый ряд попутных героев романа, они тоже находят свое оправдание. В частности, в самом начале романа есть такой эпизодический герой, как Пищалкин, о котором говорится, что из него вышел бы идеальный мировой посредник, что он человек ограниченный, мало понимающий, но он честный, и он будет добрым и правильным образом выполнять свои обязанности. И, собственно говоря, в самом финале романа мы как раз встречаем этого самого Пищалкина, которого, естественно, перед нами такая почти лубочная сцена, которого любят крестьяне и, скрипя сердцем, уважают помещики, вот такая вот и консенсусная, и честная фигура. То есть, оказывается, что целый ряд персонажей получает, в этом смысле благословение, и что самое главное, они находят свое место этой окружающей жизни в этой новой России, а важно понимать, что это новая Россия, и, собственно говоря, Россия после 63-го, после 64-го года, собственно говоря, в ситуации 65-го, 66-го годов в романе, они находят свое место, а другая очень значимая сцена в конце, это когда, едя как раз, очень волнуясь, как его примет Татьяна, как его примет тетушка Татьяна, переживая по поводу предстоящей встречи, он останавливается на станции, пережидая, давая отдых лошадям, и там он встречает, как раз, опять же, Губарева, с его братом, по-прежнему громогласного, но который бросил все эти иностранные затеи, который вернулся с брата, Россию, который, собственно, в этом смысле, все рассказывал там о свободах и о уважении человеческой здесь он понукает и ругается, демонстрирует, как раз в этом смысле он предстает таким типовым хрестоматийным помещиком, более того, Бомбаев у него оказывается, даже не то, что в приказчиках, он оказывается таким вот полуприживалкой, полутем, на ком Губарев как раз вымещает расположение, но это, опять же, карикатурный пример свиты Кокарева, да, московской, то есть в этом смысле получается, что в конце Тургенев нам дает не просто вскрытие всего, да, не просто персонажи обнажаются в своей истинной сущности, так оказывается, еще и каждому дается то, чего он заслужил. Вот эта огромная фигура Кокарева схлопывается до уездного размера, где он там демонстрирует свои ораторские способности исключительно на станции, где ожидает лошадей и ругается по этому поводу, попутно и со своим братом, и с этим несчастным Бомбаевым. Бомбаев, который, как пишет Тургенев, в самом начале он его представляет без денег и вечно от чего-то в восторге. Он оказывается вот той самой легковесной фигурой, которая летает вокруг Тасарагуба, причем со словами, что мне нужно кому-то прислониться центру тяготения, а персонажи, которые в начале мы готовы были бы от них ждать разного, и в которых в начале Тургенев обозначает какую-то возможность доброкачественности, с ними, собственно говоря, это и происходит. Мы знаем, что это случается с Ворошиловым, мы знаем, что это случается с Пещалкиным, ну и еще раз подчеркну, для главных персонажей романа в конце возникает как раз хэппи-энд и крепкое вот это самое существование, что, в общем-то, совершенно не Тургеневская рамка, не Тургеневская оптика. Собственно, теперь о том, что здесь не так и в чем, собственно, на мой взгляд, про восприятие романа. Еще раз напомню, что роман воспринимается как своего рода не просто критика существующего положения вещей, а как критика, которая идет из уст как раз разумеется Патугина. И авторские реплики это как бы Патугинские. Ну, например, я позволю себе зачитать один момент. Это большие развертые диалоги, там это надо читать, конечно, все целиком, но вот просто такое расхожее место. Патугин, например, пишет, говорит, Патугин говорит, обращаясь к Литвинову, вы спрашиваете меня, какого я мнения о Европе? Начал он опять. Я удивляюсь ей и предан ее началом до чрезвычайности, нисколько не считаю нужным этого скрывать. Я давно, нет, недавно, с некоторых пор перестал бояться высказывать свои убеждения. Вот, ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губарину свой образ мысли. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которыми беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подлингой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, само у них так поступает из желания популярности. А нашему брату-разначинцу с чего вилять? Да, сдаст, я западник, я предан Европе. То есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которой так мило у нас теперь потешаются, цивилизации. Да, да, это слово еще лучше. И люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово, цивилизация, Потогин отчетливо с ударением пронес каждое слово. И понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там что ли, слава, кровью пахнут. Бог с ними. Ну, а Россия создана Ивановичем. Свою родину вы любите? Потогин провел рукой по лицу, я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу. Ну, и дальше, собственно говоря, все это продолжается еще на протяжении там, страниц пяти или шести. В принципе, такое довольно типичное, типичная сцена. Ну, или, например, в другом большом разговоре, опять же, Потогина с Литвиновым. Я не буду читать целый абзац, просто несколько элементов, несколько моментов, потому что у нас совершенно огромные, такое вот постоянное говорение Потогина. Потогин, например, говорит Литвинову, лезут мне в глаза здоровенностью русской натуры, с гениальным инстинктом, с кулибином. Да какая это здоровенность, помилуйте, господа? Это ли питание с просонья? А не то полузвериная сметка, инстинкт. Нашли чем хвастаться? Возьмите муравья в лесу и отнесите его на версту от его почки. Он найдет дорогу к себе домой. Человек ничего подобного сделать не может. Что ж, разве он ниже муравья, ну, дальше пропуская огромное рассуждение, Потогин там перечисляет, все останавливается вновь на кулибине. Дальше переходит. Потогин снял шляпу, помогал себе платком. Русское художество, заговорил он снова. Русское искусство, русское пружение я знаю, и русское бессилие я знаю тоже, а с русским художеством я не встречался. Двадцать лет с рядом поклонялись этакой пухлой ничтожности Брюлову и вообразили, что и у нас вот завелась школа, и что она даже почище будет всех других. Русское художество, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, дальше. Ну, однако, позвольте, Суздаг Иванович, заметил Литвином Глинку, вы, стало быть, тоже не признаете. Потогин почесал себя за угол. Исключение, вы знаете, только подтверждают правила. Но и в этом случае мы не могли обойтись без хвостовства. Ну, и дальше о том, что слава Глинке преувеличена, это все на целый абзац. Причем, абзац такой большой, величиной со страниц. Соответственно, я бы остановился ровно на одном моменте. Комментируя это. Вернее, на паре моментов. С чего бы я начал? Первое, что бы я отметил, это то, что, да, целый ряд суждений Потугина действительно очень близки к суждениям самого Тургения, которое мы знаем из переписки этого времени. И сказать, что Потугин не произносит авторских речей у нас не получится. Но дальше возникает осложняющий момент. Я начну с очень простой вещи. Во-первых, я напомню, что как зовут Потугину. Во-первых, собственно говоря, сама фамилия здесь говорящая. Во-вторых, ему еще придано очень характерное имя и отчество. Он создан Дываныч. В-третьих, нам сообщают, что он надворный советник. Ну, собственно говоря, очень низкий чин. Более того, он мало того, что надворный советник, он еще и отставной надворный советник по Министерству финансов, служивший. Причем, мало того, что он служил по Министерству финансов, он в 62-м году оказывается в отставке, то есть в рамках, в частности, чистки Министерства финансов. Мы знаем, что в это время традиционный мотив чистки, это как раз такая, в России это вообще время и время случается, такая показная борьба с коррупцией, называется, когда стрелочников убирают. В этом смысле то, что создан Дываныч отставной надворный советник и грани служивший Министерства финансов, это дополнительную деталь, которую туда вставляет Иван Сергеевич. Второй момент, который я подчеркнул, созданный создан Дываныч совершенно замечательно все вот эти спичи произносит в подвыпившем состоянии. Собственно, первая беседа, которая начинается у Потугина с Литвиновым, начинается как раз с того, что Потугин как раз тянется за юмочкой. С этого начинает ловя на себе взор Литвинового и говорит, что он выше предрассудков, ему так удобнее в этом говорении. Далее, обратите внимание, даже по тому первому абзацу, который я прочитал, вы заметите, как устроена речь Потугина. Это такая захлюбывающаяся речь, вообще-то говоря, мелкого чиновника с постоянными оговорками, с слабо-йорсами, с накручивающимися формулами. Собственно, первое, что вполне очевидно, что, конечно, мы можем сказать, что Потугин вышел не за как и а как еще. Это вполне такое знакомое, очевидное, по целому ряду проставленных знаков. Ну, потом, порядок, что все вывышены из Гоглевской шинели, но Потугин вышел из нее в особенности. Но, что более любопытно, я напомню, что у Потугина есть другая важная сюжетная особенность. Это то, что Потугин, это помимо того, что он резонер, а я напомню, что резонерство это, собственно говоря, не ключевая черта Акакия Акакевича. Он, во-первых, резонер, во-вторых, ключевая черта, которая ему принана, это, собственно говоря, безответная любовь к Риме, как мы знаем, и что станет уже вполне понятно к середине романа, и вполне будет проговорено, все точки над «и» будут расставлены в последней части романа. Собственно говоря, что и обуславливает его поведение, что обуславливает его позицию. И вот эта двойная оптика, которая здесь существует, с одной стороны, да, вот это приниженное положение, специфическое говорение, резонерство этого персонажа, с другой стороны, он одновременно оказывается персонажем с трагикомическим, с трагикомизм, здесь передается вот этой лирической и одновременно сниженной струей, которую вводит. Так что, если мы пожелаем определить литературную генеалогию созданного Ивановича, то нам скорее придется его связывать не столько с Атакой Акакевичем, сколько ввести промежуточного персонажа в этой генеалогии. Собственно говоря, это вполне очевидно Макар Девушкин. И здесь, что самое интересное, я напомню, что Макар Девушкин, например, как вы помните, он читает гоголевскую шинель, обижается и выступает там с развернутым комментарием по поводу как раз того, что же там гоголь делает, как можно так изображать. А вот здесь перед нами гораздо более сложное авторское говорение. Получается, что Тургенев вкладывает вроде бы свои слова, но ведь он вкладывает свои слова в уста весьма специфическому персонажу. Оказывается, тургеневские речи произносят вот этот ближайший родственник Макара Девушкина. А Литвинов, он занимает вообще-то совершенно другую позицию в романе. Он как раз тот, кто постоянно дистанцируется от позиции Потугина и выступает в той самой рефлексивной инстанции, замечая, например, в ответ на как раз я уже читал эту реплику, я позволю себе вновь обратиться к ней и зачитать вместе с ответом. Когда Литвинов спрашивает, ну, а Россию, Сосан Иванович, свою родину вы любите? Потугин провел рукой по лицу. Я ее страстно люблю и страстно ненавижу. Ну, вполне понятно, люблю Россию я, странную любовь, и так далее. Здесь скрытая цитата считывается сразу. Литвинов, пожалуй, плечами и реагирует на это. Это старо, Сосан Иванович, это общее место. Дальше Потугин произносит такой, опять же, прочувствованный длинный монолог в защиту общего места. Что это за общее место, если это правда, и так далее, и так далее. длинного отступления говорит под Угрием. Здесь опять Литвинов его перебывает. И это примечательно. Он определяет специфическое место в литературной генеалогии, опять же, этого персонажа. Он говорит, Байровщина перебил Литвинов. Романтизм тридцатых годов. Собственно говоря, вот та самая ситуация, скорее, роднящая с кукольником. И ведь любопытно, что в этом самом показном, вроде бы, специфическом говорении предметами атаки Базухина оказываются, я напомню, кого он атакует. Он атакует, например, Брюлова, он атакует того же самого Глинку. Мало того, что это хрестоматийный персонаж кукольнического круга, так именно в этой атаке Базухин демонстрирует, что он как раз говорит общие места. Он повторяет в данном случае абсолютно усредненное говорение. Собственно, что мне кажется ключевым в этом Тургеневском тексте, что Тургеневская позиция, которую он пытается простроить в дыме, которая не считывает с публикой в это время, которая оказывается проваливающейся между разным сторон, это как раз вот та позиция, которая для него близка с конца 50-х годов. Это Дружининская и Аминковская претензия на Пушкинскую линию, на продолжение вот этой самой дистанцированности и ключевой заход в дыме, собственно говоря, вот эта история мучительно-болезненной любви, готовности, заметим, ведь тут очень важная готовность 90-х годов. Если мы помним стандартные Тургеневские персонажи, это как раз нерешительные мужчины. Это ситуация, где женщина принимает всегда решение, когда мы говорим о Тургеневских девушках, это они действуют, с ними что-то происходит, мужчины ходят, рефлексируют, активно переживают, произносят богатые внутренние монологи или открытые монологи. Здесь, вообще-то говоря, все случится наоборот, опять же, в дыме. Вообще-то говоря, именно Литвинов, я напомню, он достаточно активно действует, он принимает целый ряд решений, более того, и финальное решение, что особенно показательное для Тургенева, ведь он не просто благодаря своим действиям разрушает свою жизнь, показательное, что в конце романа именно Литвинов опять же своими действиями, что важно, он же ее и собирает. То есть, Литвинов это персонаж, если угодно, как раз не Тургеневского свойства, это тот, кто, да, при всей вот этой раздвоенности, при всей этой рефлексивности, при всей тонкости переживаний способен к действию и способен к первому шагу, в отличие от стандартного Тургеневского мужчины. А другой важный момент, собственно, я напомню, что ключевому главному персонажу, женскому, ему дано имя Татьяна. И, соответственно, здесь в итоговой сцене объяснения оказывается, что, во-первых, Татьяна на первом объяснении оказывается молчащей и практически принимающей Литвинова, не пытающейся скрыть, а под конец она оказывается способной принимать, она оказывается в конце концов той самой инстанции прощения. А действующим лицом, женской ипостасией, готовой одновременно к действию, но не радикальному действию, оказывается как раз Ирина, которая наделена в данном случае именем с достаточно негативными коннотациями, мы можем вспомнить хотя бы в православном круге связь с именами Ирины как императрицы и тому подобное. То есть Ирина оказывается персонажем, который да, способен к действию, но обратите внимание, который способен исключительно к рассуточному действию, она оказывается тем, кто ни разу не готов дойти до конца, заключая, и как раз в этой неготовности дойти до конца она в конце концов теряет себя. ключевые персонажи у Тургенева различаются, положительные персонажи, отличаются в конце концов по такому свойству, как способность быть искренними и способность действовать до предела не обязательно умными или многогранными, не обязательно глубокими, какими угодно, но они способны в конце концов быть самими собой. И это тоже очень любопытный Тургеневский текст, потому что, вообще-то говоря, стандартная Тургеневская оптика в изображении мужского это как раз неспособность принимать какое-то итоговое решение, способность бесконечно анализировать себя, но неспособность остановиться в этом действии. В отличие от такого Тургеневского захода в дыме мы видим переворачивание этой конструкции. и отчасти и с этим мне кажется связано то, что дым оказывается прочитан с одной стороны как текст преимущественно о России и где ключевой момент это не любовная линия, а вот эти бесконечные позуинские разговоры, а с другой стороны это текст, который не накладывается, который идет во многом вопреки логики привычных Тургеневских персонажей, а я напомню, что к этому времени уже модель чтения и модель восприятия Тургеневских текстов, и модель понимания Тургеневских персонажей уже срослась, и в этом плане не случайно и с дымом, и с новью будет готовность и там вновь находить вот этих самых готовых Тургеневских персонажей, хотя если мы перечитаем дым или вновь, мы увидим, что там-то как раз мы не найдем вот этого хрестоматийного варианта, который в действительности относится к текстам Тургенева довольно определенного периода, собственно говоря, к текстам Тургенева 50-х годов, что опять же вполне прозрачно связано с его личной ситуацией, которая меняется, и, собственно говоря, вот это автографическое высказывание 50-х годов затем становится неактуальным для самого Ивана Сергеевича. Спасибо большое. Вопросы? Можно? Тургенев едет с Багдена и вот он наблюдает за дымом, который от тепловоза идет. Очень долго там он его диалог был, и потом это связано с Россией. Именно дым, дым, дык это ключевое, откуда берется заголовок, как проговаривать. А подробнее вошли мы с этим о дыме? Спасибо большое за вопрос, но мне кажется, что там все достаточно не то, что очевидно, а все достаточно буквально в этом смысле. Тургенев здесь не играет ни в какие особенные загадки, он прямо проговаривает эту конструкцию. Вообще Россия говорит, что все у нее дым. Ну, все дым, да, но я напомню, что это ключевой момент. Все исчезает в дыме. Все исчезает в дыме, куда возвращается Литвинов, он возвращается из всей этой ситуации, и это собственно вот та реакция. Я напомню, что это ситуация 62-го года, когда он возвращается, которая будет как раз отменена последними главами. То есть оказывается, что вот все то, что им воспринималось как дым, оно, да, будет дымом, но этот дым развеется. А оказывается, в конце концов, вот эти ключевые фигуры по тексту, они обретают плотность, они обретают укорененность, они-то оказываются как раз совершенно не дымом, и более того, где они оказываются не дымом, они оказываются вот в той самой провинциальной среде. Вот там оказывается никакого дыма там больше нет. И ведь очень важна, опять же, встреча с Губаревым, братьями Губаревым. Это вот то самое дымный след, когда теперь понятно, что это что-то пролетающее в этой облике, в этой оптике Тургенева, потому что то, на что раньше персонаж Литвинова, Литвинова, реагировал, как на нечто принципиально важное, теперь он, собственно, в эту ситуацию даже не входит. для него это скорее такая, да, дорожная встреча, носящая какое-то прояснение. То, что для него раньше представлялось как какой-то итоговый вердикт, теперь это скорее, да, вот эти мелкие, пустые люди, которые, которые, и цену, и положение которых он, в принципе, видит с самого начала, но здесь у него нет больше представления, что это и есть собственно единственная реальность. Он в этот момент движется в совершенно другом состоянии, он движется в состоянии, когда ему предстоит получить ответ на решающие вопросы, да, и оказывается, что в свете вот того движения, которое осуществляет Литвинов в это время, в той поместке, когда перед ним главное стоит, да, ну да, братья, губаривы, что-то там на станции орут, орут по своей привычке. Хорошо. А можно, может, милизировать? Ну, мне кажется, дым, это понятно, это дым Отечества на всадок и приятиях на всех советских журналах, и он был такой по-латыни написан этот текст, и поэтому он показал, что такое ваш дым, который вам в садок и приятиях. Вот это мое мнение. Я вот посмотрел на Шуньевши английский сериал, только что он закончился две недели назад, это Ярмак Отчиславик, когда я его смотрел, говорю, боже, так вот, это же война имя. А теперь, я когда прочитал дым, я говорю, господи, это же Бекки Шарф, или это же Этель Ньюкомс. Правильно ли это? Ну, конечно, дым, в начале, в конце, совершенно, вот вы правильно говорите, это просто такой голливудский путь героя Кэмпбелла, да, допустим. Все хорошо, взлома окрасна, побеждая, в конце герой проходит путь с лекарством, которое может и для родины своей, и с вами нафилов, и запах, сейчас излечит. Ну, это, конечно, смешно, ты все дым в этом думаешь. Мне кажется, центральный, сейчас самое важное, это как раз таки рейхское отношение Литвина с Эридой. И что здесь с тем, а главное, главное, что, кто прочитает либо Яру Кучеслава, либо Ньюкомса, увидит, что это один-ка-дна. Ньюкомсов, это тоже происходит, баден-бадене, как и все это пишется. Ну, он проверен на русском читате, то есть это популярные вещи во всем мире читает, постаргается. Как же русский читатель прочитает популярную вещь? Но он в контуре вот этого английского схемы нарисовал русский Исаакиевич. И вот самое главное, с чем он поспорил, а может быть не поспорил, а может быть, не знаю, самый сильный удар, как мне кажется, в сердце вот этого дыма, отчизны сладкого, это, конечно, эпизод, когда приходит Литвина к Ирине, и она сидит в слезах с письмом. Ну, любой прочитает, что это, это Татьяна, как его называются, эти слезы дороже всех сокровищ мира, и потом, в конце, она говорит, но я другому отдана и буду веком и вера. И мы видим, что же это такое другое, кто читал. Другое это богатство, это толстый генерал, это сыген, который ни за что не разменяет. И он ударил самое сердце от этой души. То есть мы, пушкинская, Татьяна, видим свою русскую душу. Он подумал, никакой тут души нет. Это просто богатство желания, это просто желание быть в свете. А кто ты такой? Ты там нищенствует, что ты Евгений Онегин, что ты Литвинов, ну там зарабатываешь еще чуть-чуть, а я там любовница императора. Я любовница, она тоже была представлена императором, так же, как и Бельгий Шахт была представлена Королеву Ленинскому. И тогда он тут подумал. И он показал, что никакой тут души-то, ты и нет, все это ложи. Мне кажется, это самый сильный удар, с чего его и ненавидели. И все это прочитывается очень легко. А в конце все остальное, по бокам, вот эти теле, они вообще исторически, они как бы, исторически это не оправдалось, но это действительно все это дым. А самый центр, центр души, вот он ударил, именно вот, это громадо, центральная часть. Как вы считаете? Спасибо большое. Я бы все-таки начал с того, что, да, первое, что бы я начал, конечно, связи с английским романом, они не то, что есть, они очевидны и более того, они ни от кого не скрываются. Это текст, я просто напомню, что для России как раз не просто с 40-х, 50-х годов, но в первую очередь, как раз для Тургеневского круга английский роман со 40-х это принципиальное открытие. Более того, одним из ключевых пропагандистов того же самого Тикеррея в России выступает Дружинин, Дружининский круг, связи, собственно говоря, близость к Тургеневу, это все совершенно очевидно. Более того, там речь идет ведь не просто о Тикеррея, я бы это подчеркнул, да, речь идет о влиянии английского романа в целом. Но при этом, что значимо, я бы все-таки подчеркнул, что здесь нету просто зеркаленья. Здесь, ну, например, да, очень легко ответить на вопрос о том, почему, например, война и мир Льва Николаевича, это никак не ярмарка тщеславия, да, при всех совершенно очевидных связях, при всей совершенно очевидной близости. и близости совершенно не скрыты, хотя бы потому, что для самого Толстого английский роман середины XIX века это один из главных эстетических опытов, эстетических переживаний, потому что им переварено целиком. Но вот Борис Михайлович Хельмон в свое время дал очень короткую формулу, что такое война и мир. Это ситуация, в которой мы женим. Семейный роман, уже сформированный, и исторический роман, собственно говоря, восходящий к Вальтер Скотту. И вот когда мы женим их вдвоем, причем мы женим их в идеальной гармонии, вот это ключевой момент, вот когда мы осуществляем эту женитьбу двух этих уже существующих вариантов романа, то мы и получаем чудо войны и мира. Потому что достаточно посмотреть Яну Рячеславию, чтобы увидеть, что там как раз женивы это не происходит. Там равновесие двух этих элементов никоим образом нет. А вот это идеальное равновесие. И опять же, я напомню, что Тикерей работает в двух жанрах исторических. Он будет работать в жанре исторического романа, да, и, собственно, под вариантом земельного романа. У него это будет разведено. А вот Толстой соединит принципиальный момент. Соответственно, для Тургенева важно то, что для него все-таки определяющей, конечно, выступает французская литературная традиция. При огромном значении английской. И здесь нет момента, что он просто садит это для русской публики. Дело в том, что Тургенев как раз идеальный европейский автор. И отсюда связано то, что его европейская слава не столь громка, как слава Толстого или Достоевского. Потому что Тургенев очень легко и быстро входит в европейскую культуру именно как один из понятных знакомых голосов, который интересен, важным интонированием и так далее. Но это не то, что не то, как будет принят например Толстой или Достоевский. Они будут приняты как появление чего-то принципиально иного. Тургенев будет принят как появление замечательного образчика уже знакомого и понятного. Перед нами прекрасно сделанные варианты того, что присутствует уже во французской, английской, итальянской культурных традициях. Вот, собственно говоря, Иван Сергеевич представляет еще несколько чудесных образчиков этого. И именно поэтому Тургенев оказывается тем, кто довольно слабо воспринимается сквозь призму например русской экзотики. В этом смысле Тургенев здесь не репрезентирует какую-то русскую особость. Его детали, его обстоятельства, его, например, сцены там усадебной жизни или еще чего-нибудь это конкретные условия отличные от чужей жизни, но главное, что там разворачивается, это история личных отношений. Вот она универсальна. Она кажется универсальной, она посажена на вполне понятный культурный контекст 19 века, но это контекст одного и того же культурного круга, начиная от Эдинбурга и заканчивая Москвой или Нижнем Новгорода. Вот это единство культурного пространства, этого культурного круга и создает удивительную узнаваемость. А дальше перед нами вот какие-то там локализации существуют, достаточно произвольные здесь. И другой момент я бы подчеркнул, что Ирина, вот здесь я позволю себе не согласиться принципиально, что здесь такая аналогия с Пушкинской Татьяной с работой. Эпизод абсолютно приходит, она с письмом, она в слезах, и прям читает, Пушкин, надет как надо. Я боюсь, что мы эпизодов со слезами и письмом найдем очень много. Что касается Райза, все-таки обратите внимание, что ключевой набор образов, которые отсылают к Пушкинской Татьяне, приданы, собственно говоря, Татьяне Шестой. В этом смысле то, куда отсылает Тургенев в этом тексте, вполне очевидно. Он работает в эту сторону. И другой момент, я бы опять же напомнил, что как раз в оптике Тургенева времени как раз пушкинская Татьяна будет восприниматься как высший идеал. Татьяне вопросов. Вы берите Шестого в Малину берите говорящих способов. Вот Шестого в Малину берите способов. Она раз не может эта деревянская кружка. Во-первых, Шестого, разумеется, никому не деревянская кружка, чем с этого. Хотя бы потому, что у нее есть образование, она прежит тому же самому дворянскому кругу. И напомню, что она встречается как раз в разгрыше поездке. Если какой-то образ стародавней простоты и есть, причем обратите внимание, стародавней простоты добротной, которая отсылает скорее к няне пушкинской Татьяне, эти черты преданы естественно тете Татьяне. В этом смысле здесь происходит такое переописание. Понятно, что довольно странно, если бы в Баден-Бадене Татьяна появилась со своей нягей в условиях момента, поэтому собственно говоря вот ту подножку, которую создает здесь и тот самый интимный разговор, который выстраивает Тургенев, он передоверяет эту функцию, создав там собственно тетушку, чтобы отзеркали эту ситуацию. Но еще раз причем, для Тургенева, что будет неизменно начиная со второй половины пяти лета именно Татьяна выступает идеальным образом. Более того, совершенно видно в Тургеневской интерпретации, помимо всего прочего, Татьяна, что да, с одной стороны, это история Татьяны, это история про верность, что важно, а второе, что очень важный момент, я подчеркну, для Тургенева, и это тоже вполне очевидно, это не история, чтобы было понятно, мы все испорчены, если угодно, братьями Чайковскими, Петра Ильичев и Модеста Ильичев. Важно понимать, что муж Татьяны, уж простите, он, вообще-то говоря, несколькими годами старше Евгения Онегина. Вообще-то говоря, он не просто боевой генерал, он молодой боевой генерал, у которого, собственно говоря, вся карьера впереди. Обратите внимание, что здесь, еще раз, в Татьянецком образе, для Тургенева, Татьянецкий образ, это образ как раз идеальной верности, следования долгу и нравственной красоты. Вот здесь это повествование выступает ключевым для Тургенева. И, заметьте, пожалуйста, именно эти черты, именно эти черты, он передоверяет в данном случае Татьяне Шестовой. Плюс, что важно, он, естественно, убирает финальный конфликт, да, и, собственно говоря, вот здесь Татьяна оказывается вполне пушницкой Татьяны, которая способна принять и простить, потому что здесь он убирает момент возможной моральной двусмысленности, который для Татьяны, естественно, не преодолел. Здесь перед ней самое простое решение, которое остается, да, это решение простить его, да, соответственно, этот шаг с своей стороны, она спокойно делает, как нелегко и можем его представить со стороны, например, тушеческой Татьяны. Можно, как Вы сказали, что это проблема с фоскоренофилами и врачейскими течениями, например, в Апусской, если распанавливается, как вы импал дорогу пророчил Александр Таропов и Офия, то есть, то есть, там может быть и врачейскими течениями, как у нас происходит в России и в мире. Спасибо большое. Я не знаю, вам все это. Спасибо большое. Это все неактуально по одной простой личности. Это долгая рука, она потом будет выслована. Видите ли, Иван Сергеевич Тургенев в это время явно никак не может отзываться на сюжет с Екатериной Долгорухой, потому что сколько-нибудь, в том числе, для самого близкого круга светского общества связь императора с Екатериной Долгорухой и то, что это связь долговременная, станет заметна к 68-69 году, не говоря уже о круге Ивана Сергеевича Тургенева, который более отдален. В этом смысле история с Екатериной Долгорухой начнет потихонечку афишироваться с 68-го года и здесь вообще никаких перекличек в принципе нет и быть не может. То есть перед нами, если угодно, вот эту линию никакой нужно простраивать, потому что Тургенев здесь крупными мазками рисует шаржированную ситуацию хорошо знакомую ему света эпохи позднего Николая I, раннего Александра II, то есть вот это соединение с одной стороны светского общества, с другой стороны высшей бюрократии, что очень хорошо показано в дыме, если вы помните, вот этот кружок и пикник молодых генералов. вот это очень такая узнаваемая вещь, которая будет в том числе болезненно воспринять, потому что, по-моему, все прочее, молодые генералы, это новый призыв в Александровске, в частности, связанный с константиновцами, и там обыгрывается как раз не просто характерные эпизоды, но и характерные репутки. И опять же напомню вам, что там есть очень важный эпизод с графиней, как вы помните, которую обхаживает Ирина, причем в самой атмосфере графиней и всего этого круга, в принципе, понятно, что это не в лоб, но можно увидеть великую княгиню Елену Павловну, собственно, вдову великого князя Михаила Павловича, один из центров группирования молодых геропатических элементов, реформаторов, и вполне понятно, что в плане в том числе и карьерных перспектив мужа Ирины, и действий, важность этих контактов, важность этого круга очевидна. Для современников это прочитывается понятно, что не как портрет, но как отсылка к вполне определенным узнаваемым ситуациям. Кругу Константиновцев, связи с Михайловским, Дворцом, заграничными этими поездками. Дело происходило в 62-м году, я напомню, в 62-м году целый ряд достаточно видных административных лиц посылаются в заграничные командировки для изучения и обозрения и так далее. Весь этот кружок молодых генералов, это такая, опять же, очень узнаваемая константиновская вещь. Это, вообще-то говоря, довольно ядовитый в данном случае выпад Тургенева. Но еще раз я бы сказал, что все-таки для Тургенева дыме, как мне представляется, ключевая линия, ключевая история, собственно, это вот любовная история. Поверх этого он рассыпает массу вполне ядовитых замечаний по поводу окружающих его реалий, весьма узнаваемых. Но это все некий антураж существующий. Насколько все-таки сюжетные линии близки дыма и лишних овоков? И какое это может быть отношение к биографии Смолоку-Тургенева по линию или овоков? Спасибо большое за вопрос. Ну, достаточно просто перечитать, чтобы увидеть, что истории довольно близки, но они близки структурно. Фактически по большому счету в целом ряде ключевых текстов Тургенева он проговаривает вообще-то довольно простые истории. Вообще все это значит, что тургеневские истории они структурно элементарны. Это любовная история, там нам необходим либо соперник, либо собственно выбор между двумя женщинами, количество ключевых персонажей минимально собственно их должно быть плюс несколько второстепенных персонажей графею, плюс привязка к какой-то ситуации контекстуальной. В этом плане можно сказать, что мы увидим параллели с целым рядом тургеневских текстов, потому что они вообще в принципе так выстроены. Это структурная особенность. И вместе с тем я бы подчеркнул, что все-таки не стоит активно искать в тургеневских текстах такой прямой автобиографизм. тургенев великий писатель для этого. И соответственно его литература это переработка опыта. Ну собственно говоря, как и с любым большим писателем. Это не дневниковая история, это не история про отношения, это переработка, это литература. Мы гораздо больше узнаем о его действительных отношениях и о том, как он это переживает в его письмах или заметках близкого круга. Вот там мы это увидим. Все-таки романы пишутся по-другому и по-другому. Понятно, что они авторские, понятно, что там вещи, которые им прочувствованы, но ключевое слово, они прочувствованы, прожиты и переработаны. Они стали литературой. И они получили свою собственную уже художественную логику. Если бы Тургенев этого не делал, он бы не был великим писателем. А вот то, что по мини не случайно, вы там действительно как это именно разумно с ассоциацией, но это же не нужно говорить, где-то разумно отходят, откуда это пошло, и не только это, а не то есть по-другому. Потому что Григорий только по-какому еще планет. Спасибо большое за вопросы. Я сейчас последовательно расклад по всем фамилиям не произведу, но я бы подчеркнул, смотрите, как это здесь сделано. Для ключевых персонажей в «Дыме» Тургенев не дает... Да, в «Дыме» есть две группы персонажей, что важно. Одна группа персонажей, главные персонажи романа, они не имеют говорящих фамилий. Вот это важно. у «Шестовой», у «Григория», у них в этом смысле их имена и фамилии это обыденные имена и фамилии. Это важный момент. Они имеют в своей цепочке ассоциаций, но они для быстрого чтения не считываются как имеющие привязки особые. А вот вторая группа персонажей, которая как раз отвечает за эту шаржированную реальность, а они именно как элементы шаржированной реальности, они все наделены последовательно такими говорящими фамилиями. То есть вы видите, что здесь как бы две сцены. Если угодно, это очень интересный такой вариант, который мы можем встретить в некоторых опыте французского оперного и в целом ряд других. Когда мы вводим две группы персонажей, например, одних мы вводим как кукольных персонажей, и мы вводим персонажей актеров. Вот для Тургенева здесь он создает такую очень отчетную двуплановость, где есть те, кто, если угодно, где есть вот эта самая вполне объемная 3D-фигура, и где перед нами вот эта самая двухмерная реальность, которая, собственно говоря, оказывается дыма. Вот она. 92-го года. 92-го года. А вот тысяча изделия, это же изумительно восстановление. Ну да. Можно теологический вопрос? Вот очень интересно. Можно сказать литературу на нашем русском языке. Вот если для меня, допустим, прекрасно, я с удовольствием читаю советского и толстого, и для меня это, скажем, выше рано, чем Тургенева. Мне хуже нравится языку, по языку мне больше толстой нравится. Но они сказали, что совершенно они толстого не могут читать, устают, им очень тяжело, они не понимают. Это советского тоже. Но другие не могут. Они запросто читают, все понимают, они послали. Вот объясните это. Спасибо большое. На этот вопрос, я не будучи филологом, тем не менее, на этот вопрос я очень легко отвечу. Собственно, смотрите, как устроен язык толстого. Это постоянная работа над языком и его выворачивание. Это язык, который, если угодно, с вывихнутыми суставами. Есть знаменитая фраза Шкловского, очень хорошая о толстовском языке, которая отчасти применима к СТС, но к Толстову в особенности. Что, если мы посмотрим первые черновые варианты «Войны и мира», и, собственно говоря, итоговую рукопись, то мы увидим, что с точки зрения обычного читателя, что делает Леонид Николаевич? Он последовательно портит язык. В этом смысле первые черновые варианты текстов, которые пишет Толстой, они написаны на Тургеневском. Они написаны гладким русским языком. А затем Толстой добивается другого. Он добивается того, чтобы язык был как раз вот этим самым сложным, сопротивляющимся. В этом плане важно понимать, что вот эта толстовская сложность это то, чего Толстой специально добивается, чем он работает. А там, где Толстой, например, пишет письма своей совершенно замечательной тетушке Александрин, если мы их почитаем, вы увидите, что там летящая тургеневская проза. Это то, как Толстой пишет, не задумываясь, автоматически. И, соответственно, одновременно, посмотрите, как устроена, опять же, проза Достоевского. Это постоянное запинание, это постоянные сложные конструкции, это вот этот захлебывающийся язык, который, например, переходит в ситуацию нервного срыва. Для неносителя языка, разумеется, это язык, язык, который трудно воспринимать, хотя бы потому, что он постоянно работает над тем, какие еще есть ресурсы языка, особенно севтолстовский язык. Это все равно, что предположить, что как иностранный студент будет реагировать, например, на язык Платонова. Ужасно будет реагировать, по определению, потому что на него и носитель русского языка не всегда реагирует легко. Тут все прозрачно, потому что там работает с языком, а для Тургенев работает в этом смысле по-другому. Он вершина вот этого русского среднего рода, среднего рода прозы, и он добивается отчетливой ясности высказывания. Именно поэтому он идеально читается, потому что у него действительно отчетливо ясный язык. Он просто прозрачен, ясен. И, кстати говоря, это совершенно не идеал большей части русской литературы. Русская литература любит уходить в сложности, она любит уходить в что-то мутное, зарываться в ил, еще что-то делать. В этом смысле Тургенев остается таким вот особым вариантом. Мы можем видеть эти варианты русской прозы. Разумеется, все христианатично вспомнят повести Белкина, затем мы вспомним Лермонтовскую прозу кристальную, и, собственно говоря, Тургеневская проза будет. Но большая часть русской литературы, большую русскую литературу, это совсем другая логика развития языка. Если дыма слабее стилистические, я думаю, как-то бросается глаза, мне кажется, после мумер позвали взяться на цели дети. Мне кажется, что эта стилистическая слабость относительная связана, опять же, мне кажется, что тут один из заходов это использование вот этого специфического гоголевско-достоевского хода. Это попытка, в конце концов, Тургенева ведь работает, сомните, пожалуйста, работает не со своим материалом. Он никогда не работал с этой шаржированной реальностью, с этой двуплановостью. Он создает ключевого персонажа Пазухина с вот этой совершенно не Тургеневской речью. И, соответственно, здесь Тургенев использует и стремится использовать другие языковые ресурсы, говорить по-другому. Стоит отметить, что это во многом не Тургеневский язык, у Дыма. Другое дело, что вряд ли это можно назвать удачей. Он не вывернулся настолько, хотя лично мне Дым в этом смысле очень нравится. Мне нравится вот эта двуплановость, которая там возникает. И то, что в отличие от обычного подхода Тургенева, чем он и славится, когда у него все персонажи живут, как таковые, в дыме персонажей, живущих, выплывающих за пределы этого текста, их очень мало. Основное это театральная декорация. Причем не просто театральная декорация, а построенная с обнажением приемов. И вот если угодно, если можно сказать, что делает здесь Тургенев. Он не просто строит театральную декорацию, он подчеркивает, что он ее выстраивает. Это такой, опять же, не самый популярный в русской литературе эстетический прием. Мне кажется, что, по крайней мере, дым, если и эстетически не шедевр, то это очень интересный текст. Интересно построенный, с массой заходов, причем, я подчеркну, то, что я проговаривал, то, о чем шла речь, у нас это всего лишь несколько пунктиров, потому что это текст, который самим Тургенев умыслился как ключевой текст, как такое возвращение и более того, как едва ли не финальное высказывание. Еще один можно вопрос? Да, конечно, спасибо. в отношении рефиелотика рефиелета и тому, чтобы гринго пози diversity вот Page and как вам кажется, если бы действительно гринго разви Election уверенна, Это название неродного контента. Оно стоит в сильной позиции, да? И финал. Вот вроде бы хэппи-энд, но последняя сильная позиция, последняя слуха, это девочка, последняя подожжение девочкам номера, да? Да. То есть вот он оказывается все-таки несколько сложнее хэппи-эндэ и, скажем, вот в отношениях идей, там, России, Славянской, Криста, наоборот, Завтра, Личество, Фонду, Сафон, скажем так, да? Да, вот вы говорите, Литвинов, он, как бы, оказывается, в некоторой оппозиции к Платугину, да? Но Литвинову самому, кажется, бесконечно пошлым вся та русская публика и круг Горева, и круг генералов, да? То есть вот эта вот бесконечная пошлость, она через Литвинова, Тургенева транслировалась. То есть если мы возьмем отношение Тургенева к России, то оно все-таки встает в некоторой сложности. Спасибо большое. Я поясню, в каком смысле дым развелся. Это дым развелся для Литвинового, не для России. Это разные истории. В конце концов, Тургенева, что важно, его в конце концов волнует индивидуальная судьба и способ построения конкретной жизни. Более того, Тургенев все-таки, слава богу, не принадлежит к этой декобиной плеяди русских мыслителей, которые традиционно мыслят о судьбах России. У Тургенева таких заходов очень мало с наморочной лунгой. Поэтому обратите внимание, как все это заканчивается. Ведь что там остается? Для Тургенева, оказывается, дым развеивается. Да, для Литвинова. Да, разумеется, для Татьяны. Причем, ключевой момент, опять же, возникает вот эта самая замечательная тетушка, которая вообще принадлежит последнее слово в истории Татьяны и Литвиновой. Я позволю себе процитировать. Когда там начинается финальное объяснение, и здесь Тургенев просто обрывает роман. Возвращение фразы принадлежит тетушке. Не мешай, не мешай ему, Таня. Вот, собственно, отвечала добрая старушка. Видишь, повидную голову принес. И, собственно, здесь вся история заканчивается, потому что понятно, что дальше уже о чем говорить. Вот он, хэппиэт, наступил. А дым, опять же, где он расположен, что важно для Тургенева? Собственно, дым ведь не касается мужиков, что важно. Дым не касается провинции. Дымом и вот этим, Марьевом у Тургенева здесь отчетливо выступает, собственно, вот это образованное светское общество, и образованное, и светское, и, собственно говоря, Петербург. Причем роман заканчивается вот после ключевого момента, после встречи с Таней, после всего этого. Дальше, заметьте, Тургенев вдруг переходит на скороговорку, и всего там меньше, чем за три страницы он добивает все, причем начинает это добивание с очень четкой реплики. Он говорит, однако пора кончить, да и прибавлять нечего. Читатель догадается и сам. Ну что ж, Ирина. И дальше, попутно, раскидка по всем остальным, да, собственно, и действие сразу же переносится, собственно говоря, в столицу. Если сразу переносится в Петербург. А там, разумеется, никакой дым никуда не исчезает. Ведь литвинов сбегает от этого самого дыма, ровно одним способом, да, сбежав свое поместье. В конце концов. И окончательно он приходит в себя, становясь вот тем самым сельским хозяином, применяя свои агрономические знания, в конце концов устраивал свою личную жизнь. В этом плане его стратегия побега из этого Марева, да, это единственная его рациональная стратегия в этой оптике Тургенева. Что тебе остается? Тебе остается сбежать. Ты можешь сбежать в Париж, можешь сбежать с Паской Лутовинова. Ты можешь совершить некое действие по перемещению себя. Потому что пытаться переделать это, у тебя все равно не получится. Поэтому действие побега, ну это такой очень трудный сюжет, да, совершить побег, это самое подходящее. Ну, собственно, я напомню, это же замечательно, Хармсом уграл, да, и уехал Бран-Баном. Можете уточнить, все-таки он бросился из-за хозяйства, если зрелища с агрономом. Если читать мой роман внимательно, то он стал строить заботы, фабрики, а землю он дал. Потому что понял, что это славянофильство ничему не приведет, как кэф. И он, значит, забот, то есть строить фабрики заботы, а не возделать землю. Это очень важно. Хотя бы сейчас аграрно... Я бы подчеркнул, что там все-таки важный момент вообще связанный с аграрными преобразованиями, да, и тем, как вообще перестраивать та самая крестьянская жизнь, да, крестьянская. Обратите внимание, что ведь в действительности... Это, кстати, очень смешной сюжет, если говорить по существу. Ну, во-первых, я напомню, что у самого Ивана Сергеевича весь опыт его управления его имениями, да, и вообще хозяйственник Спаско-Наталинова, это яркий печальный пример. Это просто. И, собственно говоря, все его познания об экономике и об управлении хозяйством, это история того, как, собственно говоря, довольно быстро все развалить при его непосредственном участии, да. Соответственно, вот этот заход через фабрики, это очень популярный, если угодно, это, опять же, такой общий штамп, некого заведения правильного хозяйства, что мы можем сделать. Более того, это выглядит довольно курьезно в 60-е годы, потому что, я напомню, что именно с такими же заходами, таким же энтузиазмом был Огарев только в 40-е годы, да, устроил фабрики, и там все закончилось более чем плачевно. После крестьянской реформы это было еще более странным действием. Но Тургенев здесь помещает, это действительно, здесь вы совершенно правы, да, я просто целиком предъявлюсь, для него это не рациональная логика, для него это чистый маркер, я бы подчеркнул, не западничества как такового, а вот это именно вписанности в европейский мир. То есть для Тургенева ведь речь идет о том, что никаких там особых вот этих вот представлений о каком-то уникальном русском народе, о особом там пути не существует. И обратите внимание, ведь предметом его полемики одинаково выступает как карикатурное западничество, так и, собственно говоря, вот это горланистое словнофильство. И, соответственно, для него это путь некой европейской жизни. Но я бы подчеркнул, что как раз вот этот символ пути, он, вопреки самому Тургеневу, оказывается очень безбителенный, да, потому что, вообще-то говоря, идея где-то в 64-м, 65-м году завести как раз фабрику в условиях того, как в это время меняется христианское хозяйство, это самый быстрый способ разориться окончательно. В этом смысле судьба главного героя, если мы просто проследим ее по экономике России этого времени, да, это путь к полному монгродству. Но для Тургенева здесь работает как раз маркер западничества. Я бы подчеркнул, что это тоже очень такой характерный момент, где западничество это не рациональное действие, а обозначение своей культурной принадлежности, да. История о том, что, оказывается, ты являешься модерным хозяином, если ты там строишь фабрику, забудешь завод. То есть это не история про действия, которые являются экономически целесообразными в этих условиях, да. Это история про то, чтобы ощутить себя европейским хозяином. Завести самую, там, английскую молотилку, да, или английских лошадей, независимо от того, вообще они рентабельны в этих условиях или нет, для того, чтобы ощутить себя сквайром. Ну, это, опять же, такая Тургеневская история. В этом смысле гораздо более европейским хозяином окажется Фетт, который напишет замечательные несколько циклов статей, посвященных хозяйству. И я напомню, что он так как раз будет свободен от подобных взглядов. У него все время будет речь идти о том, как прибыльно возможно хозяйствовать в русской преформенной деревне. Не по принципу о том, как хозяйственно немецкая и на английский манер, а о том, как вот в существующих экономических или правовых условиях, как, собственно говоря, можно вывести свое имение на прибыль. И чем больше она будет, тем лучше. В этом смысле, да, и замечательно, что в результате Фета русское общество воспринимает как крепостника или акционера, хотя Фетт, все его тексты на эту тему посвящены, собственно говоря, рациональности и целесообразности. Но его воспринимают как представителя как раз реакционных отсталых слоев и о том, как можно в наше время рассуждать подобный момент. Как можно быть настолько отсталым человеком и быть при этом представителем русской литературы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok